Сегодня мы впервые в курортном районе открываем секцию детского спорта. И я уверена, что это событие будет самым важным в летописи нашей школы, в развитии нашей школы. И я могу сказать, что на сегодняшний день мечта наших детей осуществилась. В 324-й школе открылась секция киберспорта. Идеологами создания секции выступили ученики 9-го класса школы, которая выиграла правительственный грант в проекте «Твой бюджет в школах». На полученные деньги были закуплены мощные современные компьютеры и мониторы. Когда был школьник, он играл в Quake и в Counter-Strike, ходили по холмам. И тогда это считалось как раз праздным времяпрепровождением. Сейчас это уже выходит на другой уровень. И, наверное, если порассуждать, лучше так, чем просто бездарно шляться по улицам. Киберспорт сейчас действительно развит на таком уровне, что это и командная игра, это и вообще в целом взаимодействие, коммуникация людей. Хотел бы пожелать ребятам, чтобы они тесно взаимодействовали именно с Федерацией киберспорта. И свои знания, которые они приобретут здесь, в секции киберспорта, они приложили уже, когда станут выпускниками, и поступят в технические вузы. В обществе бытует мнение, что компьютерные игры откровенно портят подростков. Зачем же тогда прямо в школе открывать киберкласс и потворствовать увлечению играми? По мнению педагогов, на сей счет есть две точки зрения. Одна имеет большее распространение в плане того, что пусть лучше здесь и под присмотром. То есть мы создадим для них условия. Не каждый дом в углу в темноте и ночью. То есть, может быть, они действительно придут тут, наиграются, два-три часа посидят. Кроме этого, они здесь пообщаются, они видят друг друга вживую. Мы им организуем какие-то внеигровые мероприятия, выезды какие-то, тренинги, встречи с живыми людьми. И опять же, не обязательно это будут специалисты из игр. Это могут быть и психологи, это могут быть и какие-то просто яркие личности, которые захотят пообщаться с киберспортсменами. Ну, а вторая точка зрения, раз оно есть, значит, мы можем это, если не контролировать, то направлять и организовывать. Тем более официальный вид спорта, тем более дисциплины, разряды, соревнования. То есть, может быть, уйдя из вот этой бесконтрольности, мы сможем изменить ситуацию, сможем изменить отношение к компьютерному спорту и к увлечению ребят компьютерами. Опять же, компьютеры настолько стали нормой нашей жизни, что если мы обернёмся назад лет на 10, да, ситуация однозначно изменилась. Ребята без них уже не могут, и люди взрослые уже привыкли. Пусть это лучше будет вот так вот организовано, правильно. Кстати, одним из ярких положительных примеров увлечения компьютерными играми является победа российской команды Team Spirit на чемпионате мира по игре Dota 2. Команда из пятерых ребят получила 18 миллионов долларов. То есть, каждый из игроков получил более трёх миллионов. Хорошая, так сказать, прибавка к зарплате. Так что теперь и учеников 324-й школы есть все шансы прокачать свой уровень владения компьютерными играми и рассчитывать на участие в международных чемпионатах. Но при одном условии. Если успеваемость по основным учебным дисциплинам тоже будет на уровне. Но у нас с ними, естественно, была договорённость и в рамках написания проекта. И сейчас, когда у нас идёт отбор, естественно, в школьную команду, и те ребята, которые хотят ходить в секцию, не в ущерб учёбе. То есть, если у них есть задолженности, если у них есть неудовлетворительные результаты по учёбе, мы им как бы берём на себя возможность и имеем право отстранить их на какое-то время от занятий, от тренировок до тех пор, пока в учебном плане у них эти провалы не будут ликвидированы. Но, естественно, с учётом мнения родителей.